А, ну да, понятно, их же всего трое. Эржи Хартик слабо проехал. Джон Остин Мельсон улучшил его время значительно. Но Кристоф Левелхубер... Да, вот в скоростном спуске разница у них с американцем была всего 13 сотых, а сейчас 2 секунды. Микаэль Грилл, человек, который подкрался к подиуму вчера достаточно близко. 3.53 он проиграл чемпиону, а вот обладателю третьего места чуть больше шестидесятых Филиппу Айзенману. Так что Микаэль Грилл был пятым и, естественно, этим результатом недоволен. Потому что, повторюсь, вблизи подиума оказывается зачастую куда обиднее, чем уступить очевидно, чем уступить много и за пределами первой десятки финишировать. Главные, конечно, фавориты у нас еще впереди. Ну и, по идее, должен улучшить все время своего соотечественника. Нет, проигрывает почти секунду Кристофу Левелхуберу. Вот так. В скоростном спуске на секунду соотечественника опережал, а в супергиганте ту же самую секунду проиграл. Ну и, естественно, что есть для каждого из спортсменов более профильные дисциплины, более им покоряющиеся. Что до Мартина Латала, Чеха, который сейчас находится на трассе. Девятнадцатое время. Семь шестьдесят пять сотых проиграл Филиппу Штайнеру. Ну и сейчас ведут его по времени Кристофа Левелхубера. Кристофа уже на половине дистанции уступает значительно. В финишном створе Мартин Латал, номер пятый сборная Чехии. И да, нечем гордиться откровенно. На четвертый результат показывает он и сегодня мимо подиума не только в супергиганте, но и, скорее всего, в суперкомбинации, поскольку в Суалоне едва ли такое отставание отыграть. А ведь еще у нас главные фавориты не стартовали в первой из двух сегодняшних дисциплин. Кодай Накамура, номер шестой. Шестнадцатое время показал вчера в скоростном спуске. Шесть и девяносто девять сотых уступил. Ну вот японцы продолжают делать свою работу методично, акцентированно. Очень терпеливые ребята, очень внимательные к мелочам, точнее к тому, что другие могут мелочами посчитать, поскольку люди, привыкшие добиваться высоких результатов, часто произносят фразу «мелочей не бывает». Каждая деталь важна, и не случайно именно японская делегация еще в конце прошлого года прибыла сюда, на популярный курорт Магнитогорского металлургического комбината, и трассы изучала и расселение, программу питания, программу досуга. В общем, ко всему японцы внимательно отнеслись, но и внимательно относятся они к своим спортсменам, разумеется, хотя те пока их и не слишком результатами радуют, но это, полагаю, дело наживное. По крайней мере, вот смотрите, 2.62. Не столь критичное отставание от текущего лидера Кристофа Лебел-Кубера из Австрии Филипп Галаска. Последний результат был у него вчера в скоростном спуске. 13.88 проиграл он австрийцу Филиппу Штайнеру. Ну, конечно, это совсем другие задачи, это не тот уровень амбиций. Тем более, учтем, что из официальных тренировок только одна получилась сносной для поляка. Первую попытку он прошел, а вот во время второй продемонстрировал, что с вестибулярным аппаратом, в общем, все нормально. Лыжа у него отстегнулась, и он сумел на одной докатиться до страховочной сетки, не упасть. Но попытка, естественно, в зачет не пошла. И вот вчера лишь подтвердил своим последним местом, что пока не готов бороться не то, что за попадание в десятку, а даже в первой двадцатке еще пока не претендует быть. Упомянул я о вестибулярном аппарате. На самом деле, когда оценивают особенности спортсменов-сурдлимпийцев, их считают физически здоровыми во всем, кроме слуха. Продолжу чуть позже, поскольку на трассе Денис Ебердин. Приветствуем представителя российской команды. Денис Ебердин, республика Башкортостан, город Уфа, перворазрядник. Родился 5 апреля 1996 года. То есть в последний день 18-х зимних сурдлимпийских игр. В это воскресенье Денису Ебердину исполнится 19 лет. Он встретит свой день рождения в Ханты-Мансийске, куда отправится со сборной, с официальной делегацией. Завтра уже вылетает чартерный борт во второй половине дня, после того, как завершатся у нас соревнования. С прошлого года Денис Ебердин входит в состав Олимпийской, сурдлимпийской сборной России. Тренируется в дюшер по горнолыжному спорту Уфы. Призер чемпионата России. Тренируется под руководством Олега Иванова. И это дебют Дениса Ебердина на нынешних играх. Посмотрим, какие секунды он покажет. Денис Ебердин с лалами на последнем Кубке России был вторым. В супергиганте в призеры он не попал. Ну, почему я упоминаю именно соревнования в Миассе, в Солнечной долине, которые прошли с 9 по 11 декабря. Потому что результаты в прошлые годы, они тоже имеют определенную ценность, разумеется. Но уместнее всего говорить о текущем сезоне. Как именно сейчас, совсем близко к сурдлимпиаде домашней. Как чувствовали себя спортсмены, какие показывали результаты. Дайчи Китайджо. Еще один японец. Он в скоростном спуске не участвовал, как и Денис Ебердин. Дебютирует на нынешних играх. 1993 года рождения. И для меня это темная лошадка. Не знаю я, на какие результаты может претендовать. Ну, судя уже по первой временной отсечке, далеко будет от верхней группы. Ох, едва не потерял равновесие. Японец. Вернее, потерял, но не критично было. Так вот, говоря об особенностях спортсменов-сурдлимпийцев, стоит заметить, что нарушения слуха сопровождаются еще и определенными изменениями в вестибулярном аппарате. А что, как не вестибулярный аппарат, имеет огромное значение для такого вида спорта, как горные лыжи. То есть, сложнее держать равновесие. И это нужно учитывать. Восьмой результат пока из девяти стартовавших у Дайчи Китайджо. И на трассу уже выходит поляк Матеуш Бабьярц. Самый, можно сказать, удачливый из своих соотечественников на нынешних играх, ни в одной из официальных тренировок, ни во время вчерашнего скоростного спуска медального, он не упал. Ну, учитывая, как не везло его партнерам по команде, можно и это считать достижением, то, что все три попытки проехал благополучно. Ну, а что до времени? Ну, время не впечатляет. Семь и восемь десятых секунды проиграл Филиппу Штайнеру. Лишь двадцатым был из двадцати шести стартовавших. Ну, и, судя по всему, в супергиганте тоже не будет претендовать ни на что серьезное. Ну, и если мы говорим об особенностях слабослышащих спортсменов, то стоит еще один технический момент упомянуть. К соревнованиям допускаются те, у кого потеря слуха составляет 55 децибел на самое сильное ухо. И запрещено, разумеется, применение любого вида слуховых аппаратов или внешних коклеарных имплантантов за пределами зоны соревнований можно. В зоне ни в коем случае. Себастьян Гоппель, немец, на трассе. Одиннадцатый результат вчера в скоростном спуске. Четыре восемьдесят семь сотых проиграл Филиппу Штайнеру. И говоря об этом участнике, стоит заметить, что он сегодня больше не выйдет на старт. Он принимает участие только в супергиганте. В суперкомбинации не заявлен. И вот почему. Дело в том, что четыре атлета из каждой страны могут быть в отдельных дисциплинах заявлены. У немцев супергигант едут пятеро, включая Себастьяна Гоппеля. И поэтому организаторы сразу призвали тренеров, официальных лиц, определиться, кто только в супергиганте, а кто еще и в суперкомбинации. И вот Гоппель, только пятое пока место. И, конечно, опустится он еще ниже. Ну, а вот один из героев вчерашнего, ну и, собственно, позавчерашнего дня тоже, Джакомо Пьербон. Итальянец, 1987 год рождения, хитрован Джакомо. Что он устроил во время официальных тренировок? Ну, устроил, может быть, слишком громко звучит. Но во время и первой, и второй попытки на финишной прямой распрямился. И вот так вот стоя проехал, неспешно, а во второй попытке даже зрителям рукой помахал. Оба раза стал третьим и ввел в заблуждение зрителей, соперников. А вот когда уже настала пора всерьез ехать, сражаться за медаль, как раз Пьербон вот эти недостающие доли секунд и отыграл те, которые он потерял на финише во время тренировок. И в итоге поднялся на второе место. Да, это серебряный призер нынешних сурдолимпийских игр. Итальянец Джакомо Пьербон секунду и 88 соток всего проиграл чемпиону. И сегодня наверняка будет одним из претендентов. По крайней мере, пока это наш новый лидер 2.32. Улучшение в сравнении с предыдущим лидерским показателем. Ну что, Джакомо, ждем подлого снова. А вот и главный неудачник дня вчерашнего Николя Сарамежан из Франции. Ну, наверное, обидно звучит неудачник, поэтому мы скажем, главный невезунчик. Вот так. Во время официальных тренировок Сарамежан был вторым. Да, и стартовый проезд ему удался неплохо. Только Штайнер он проиграл. И во второй попытке то же самое примерно показал. Но что-то случилось с французом, когда речь зашла уже о розыгрыше медалей. То ли давление такое, то ли где-то допустил ошибки непредусмотренные. То ли вот его успокоили эти показатели. Понимал он, что со Штайнером не сможет сражаться. А второе-то уж место никуда от него не уйдет. А нет, ушло. Вытеснили его из тройки. И сделать это сумел Филипп Айзенман из Германии. О котором, естественно, чуть позже скажем. Потому что довольно скоро он появится на этом склоне вновь. Итак, Николас Сарамежан уступает времени Джакомо Пьербона. Да, и уступает прилично. 0,85 секунды. Да, почему-то номер 68. Ох уж эти итальянцы. Александро Гобби. Восемнадцатое время у него было. Вчера ровно 7 секунд проиграл чемпиону. Да, вечно что-нибудь наши итальянские друзья. Отчебучат, затейливая. Что там случилось с 14 номером? Это одна из загадок нынешних игр. Ну, поинтересуемся. Может, просто пропал куда-то. По крайней мере, во время скоростного спуска Александро Гобби никаких фокусов с нумерологией не совершал. Он очень уступает и своему соотечественнику Джакомо Пьербону и Николас Сарамежану. И вот уже сейчас выйдет на финишную прямую Александро Гобби. Да, вторую половину прошел откровенно слабо. И вот Давид Пелетье. Его первый успех на Сурдлимпийских играх. Это весьма опытный и довольно возрастной спортсмен. Ему уже 36 лет. И дебют на Сурдлимпиаде у Пелетье был в 99-м году в швейцарском Давосе. И тогда он стал чемпионом, но не в супергиганте, а в гигантском Слаломе. Вы только представьте. 16 лет назад. Будучи тогда еще совсем молодым, Пелетье... А вот некоторые ведь из участников нынешних игр только-только родились, когда Пелетье уже свое первое золото брал. Ну и там же в 90-е... Там же в Давосе, в том же 99-м году, в Слаломе завоевал Давид Пелетье бронзу. Ну, а вчера в скоростном спуске он был седьмым. 3.86 его отставание составляло от Филиппа Штайнера. И... Вне подиума будет. Ну, сейчас-то третий, но есть там еще впереди кому опередить. Вот, например, этому замечательному парню по имени Филипп Штайнер. Прошу любить и жаловать. Если вы еще не отдали ему должное, сделайте это сейчас вашими аплодисментами. Минута 15,06 секунды в скоростном спуске. Абсолютно лучший результат из всех попыток. И абсолютно лучшая скорость 106,5 километров в час. Вот такой результат вчера Филипп Штайнер показал. Завоевал золото в 2007-м в американском Солт-Лейк-Сити. Он был бронзовым призером в Даунхиле. И вот эту бронзу перековал в золото. Но вот пока уступает времени Джакомо Пьербона, что не такой уж безоговорочный фаворит, оказывается, у нас Филипп Штайнер. Ведь на последнем чемпионате мира он во всех дисциплинах был золотым. Пожалуй, именно от Штайнера мы в первую очередь ждали улучшения результата. Ну, не спешим, не спешим поздравлять Джакомо Пьербона с победой. Может быть, там еще. Среди следующих 14 участников притаился тот, кто царя с горы сместит. Александр Яковлев, самый юный участник сборной России. Кандидат мастера спорта из Санкт-Петербурга. 28 декабря минувшего года ему исполнилось 16. Член Сурдолимпийской сборной России с 2014-го, призер чемпионатов страны по горнолыжному спорту. Саша, мы тебя поддерживаем, желаем тебе удачи. И, кстати, золото выиграл в слаломе-гиганте в Миасе на последнем кубке. Ну, и в супергиганте тоже он стал чемпионом. В слаломе оформил золотой хет-трик, если можно так выразиться. То есть в мужской программе вообще Александр Яковлев главный герой последнего Кубка России. В Солнечной долине в Миасе. Но видим мы, что все-таки здесь, в супергиганте, он пока еще не готов составить серьезную конкуренцию лидерам этой программы. Но получает бесценный сурдолимпийский опыт, Саша. И я думаю, впереди у нашего парня, дай бог здоровья, чтобы никакие травмы не вмешались в твою судьбу. Впереди еще долгая и верим яркая карьера. А пока с урдолимпийским дебютом. И вот еще один юный горнолыжник Давид Пристак из Словакии. 98-й год рождения. Он не участвовал в скоростном спуске. И мы можем лишь догадываться, какой результат готов показать Пристак в супергиганте. Ну, уже по первой отсечке будет хотя бы что-то ясно. Ну, даже потому, как едет. Да, потому, как движется по трассе. Понятно, что это не претендент. Ну, и в столь нежном возрасте, разумеется, редко выстреливают. Это должен быть спортсмен величайшей одаренности, величайшего таланта. Ну, вообще, Словакам есть на кого равняться. И я об их главном...